Снова я и мой мини стальной конь. Сегодня немножко с вами прокатимся. Ну я прокачусь и покажу вам может все что интересное увижу. Если не увижу, то тоже покажу. О, смотрите у нас на раме сегодня. Гламурные тачки. Ладно, едем дальше. У нас целый день лил дождь. Я думаю, все, не смогу сегодня покататься, но к вечеру закатить. Поактивизировалось солнышко. Куча витамина D. Я уже придумал, что я вам покажу. По-моему, там должно быть интересно. Есть у нас вот тут такая улочка. Вот такая улочка. Смотрите, я сам вот эти листочки привели. Ой, вам не передать, когда мимо них едешь. Так вкусно пахнет. Вот видите, какая дорога без дорога. Ну потом тут, оп, парковочка и какое-то административное здание. Наверное, хлебосбор какой-то. Ну а мы поедем. Поедем дальше. Такой мини-райончик. О, что прикольный. О, сладки нету, а они положили. Ну такой какой-то, видите, камерка. Теперь мы туда поедем. По фактули за поворот. Смотрите, старая подчинка. Кстати, старые деревьяные дела. И там вон наше Топковское озеро. Мы поедем налево. Вон туда. Там должно быть интересно. Смотрите, там у нас блестит на солнце зернохранилище. Смотрите, какие горы. Горы, горы, металолома. Смотрите, тут есть какая-то канала. Туннель под железной дорогой. Мне всегда было очень интересно посмотреть, что там. Попробую залезть. Ого, смотрите. Туда можно прям идти. Я не пойду. И перейти вот так. Но, правда, много воды. И вон она вычекает. Как раз таки вон в Тополе выросительный канал. Еще один совет стал залезть и сделать. Пришлось куда-то немножко подождать. Так, ну что, дальше можно было бы туда поехать, но там не очень интересно. Поедем вот сюда повернем. И посмотрим, что тут за райончик. Кстати, тут раньше была такая гравийная дорога. А теперь, видите, положили асфальт. Ну, вот уже. А может, и асфальт был у меня, вроде говорили. Ну, ладно. Посмотрим, что на этой интересной дороге. Смотрите, какой красивый домик. В таком хуторском стиле сделано. Так, ну, тут я немножко закрутился. Завертелся. Железная дорога будет прям. Сейчас вернусь и покажу вам. Там у нас тут интересные места. Ну, тут уж так, увлекательно. Правда, наверное, очень шумозная железная дорога. У всех такие, видите, подзвездики такие красивые. Смотрите, какие оригинальные пачели на столбе подвесили. А тут вот вишня. Видите, как много. Эх, надо было угоститься. Она кислая, наверное. Смотрите, как много. Огробная гора вишень. Вот тут, наверное, надо будет одну взять, попробовать. Вчера была кислая. В этом районе более-менее сладкая. Так, ну что, асфальтированная дорога закончилась. Верзанную дровейку. Помню, наверное. Сейчас посмотрим, что ему этот дровейчик покажет. Кстати, по дровейке достаточно неплохо так катится. Верзанную дровейку. Гостик. Уточки. И можно вон там пройтись погулять в тех камушах. Кто хочет, можно поиграть. Мы двигаемся дальше. Похоже, тут есть для всех видов спорта. Вот еще и ворота, и формики. Все подряд. Для линии вот такая. Мы не видим. А еще интересно, что на том поиске. Вторая стакада. Вторая стакада. Смотрите. Должна быть. Хотя приеду тоже. За такой маленький хромишеток. Расстоянные. Очень много. Да. Да, вон там вот. Возле комнаты, видите. Еще есть стакада. Мы едем туда и будем браться. Правее. Заворачиваем вот в этом соколок. Интересно, если движет край. Там дорожки луже и луже. О! Смотрите. Что-то интересное нас будет ждать. Куда интереснее идет эта дорога. Давайте глянем. Ух! Сейчас надо куда глянуть. Ого! Смотрите, что-то интересное. Поперов. Какой-то жук. Хочет что-то тут сделать со мной. А ну грызь. Так, тут вот есть какой-то объезд. Я не знаю, что говорить. Ну, можно попробовать взять на велосипеде. Видите. Оп. Заехал немножко. А это у нас река Ольховка. Ну, я уже не заеду, да и у меня нет обуви. Короче, для тех, кто любит экстрим, вон там можно, фух, на скорости на машине. Прокатиться по воде. Но для тех, кто не любит, тут есть мостик. И вон туда можно пройти. Смотрите, как быстро бежит Ольховка. Но я пойду в обратную сторону вон туда. Там должно быть что-то еще интересное. Немножко я перебрался, чтобы с этой стороны подснять. Ну и вон туда куда-то тропка ведет. Но не поеду туда. Проедущий от этого бетонного мостика. Вот тут какие-то интересные тропинки. Вот сюда. Может, там что-то будет классное? Ну, тут тропинка классная. Тенек такой. Комаров, главное, что нету. Несмотря на этот самый. На то, что тут мизинка и речка. Вот так. Ну, что мы тут видим? Ага. Все. Ничего. Ну, что интересно. Здесь кто-то тихонечко посадил себе картошечку. Вдали от всех. И спокойно потом соберет свой урожай. Ну, ладно. Поедем назад. Смотрите, какое состарелое дерево. Засохшее. Рядом еще, наверное, тубок. И вот так вот они красиво смотрятся на фоне заката. Теперь будем сделать его изерсток. Естественно, еще одна эстакада. А мы поедем вот по этой тропинке. Вон туда. Интересно. А, что там? Скорее всего, тоже обховка. Но какая-то другая. Блин, вот такие самодельные тропинки, прохоженные лесом, лучше всего. Дорога ровная-ровная. Но удалось типа таким гонять. Делали бы больше таких тропинок. О, кот какой-то на горе бежит. О, смотрите, а вот тут. Да, через Ольховку еще один мосток. Сейчас мы ее перейдем. Так, ну вроде мосток надежный. Но тут уже, смотрите, не такое интенсивное у нее течение. Интересно вообще, откуда она берет свое начало. Это Ольховка. Ну, озеро Столцовское, оно серьезно наполняет водой. Да. Ну и что, и будем ехать вон туда. Интересно. Интересно, что потом. Тут уже немного более, видите, болотистое местечко. Пахнет зато как классно набором каких-то трав. Опа, смотрите, все как мне нравится. Отошел от водички и спокойненько заезжаешь в классный хвойный лес. Боже, какой он клевый. Ну давайте проедем эту тропинку. У меня еще, когда я маленький был, на даче в энергетике мы ездили. Вот там эти тропки. Так классно по ним было ходить, бродить. Оттуда, наверное, и любовь к тому хвойному лесу. Еще там была своя печка и все время мы просыпались маленькие. В шесть утра бабушка там что-то сразу растапливала, варила. И так хотелось все время. В шесть там или в пять пятьдесят утра проснуться раньше всех и начать распаливать эту печку. Так, ну что. Все, подъезжаем куда-то к цивилизации. Да. Тут много из этих тропок. В принципе, для тех, кто любит дышать хвойным воздухом, а говорят это очень полезно, то здесь просто отличное место для прогулок. Класс. Ну, уже проедем ее полностью. Чтоб видеть, куда мы можем выехать по этой тропке. Ух. Все. Смотрите, уезжаем к цивилизации. Ну, как к цивилизации, к индустриализации. Заводы какие-то. Там у нас раньше Агромаш была. А туда, на мост, через лесную дорогу. А вот смотрите, Ольховка течет вот откуда-то оттуда. Надо будет как-то съездить. Дай показать вам. И вон туда. Ну, а я поднимусь на тот мостик. Покажу вам вид оттуда. Или, может, не сегодня. Хочу вам сказать. Казалось, это большой мост. Мне сложно будет до него подниматься. Но, вот видите, одной рукой держусь. Второй рукой держу камеру. И можно спокойно ехать. В принципе, даже не выпрыгаясь. Сейчас. Меня будут машины обгонять. Но вы их увидите. Пошел. Ну, пошел. Ну, сегодня не дадят. Так, ну что, забрался я на самую высокую точку. Я не буду прыгать. Класс. Вот такой. Класс. 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 «Разина». Класс. Смотрите, можно даже узнать, что происходит под мостом через эту источную штучку. Так, ну что, на этой самой высокой точке в городе, который я пока нашел, на сегодня будем прощаться. До встречи, возможно, завтра. Маленький по скрипту. Очень интересная, конечно, концепция тротуара. Идешь, 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 и потом, оп, и он заканчивается. Ну и смотрите, как фундаментально смотрится укрепление основ этого моста. Класс. Ну ладно, все, теперь уже точно садимся на велосипед и едем. Хватит на сегодня. Ну и еще немножко напоследок. Теперь уже точно все. Смотрите, как красиво смотрятся облака на фоне вон той трубы и на фоне вот такого чудесного заката. Все. Пока.